привет ребят мне принесли вот такую маленькую колоночку от фирмы свен давайте скорее вскроем и посмотрим что в ней внутри и тут внутри вот такая маленькая колоночка свен ps95 и это одна из самых компактных колонок от этой фирмы которые у меня были на обзоре а также мне на обзор свен прислали вот такую колонку среднего размера ps295 и начнем мы распаковку пожалуй с маленькой колонки также задней стороны на коробочке мы видим то что эта колонка имеет мощность 7 ватт и защиту от воды а пик 7 ну и вот такой круглый удобный карабинчик для крепления этой колонки при открытии мы должны были увидеть саму колонку но здесь инструкция закрывает на нее вид и вот она сама колоночка вот здесь в инструкции указаны уже более точные характеристики этой колонки в комплекте есть только один кабель micro usb для зарядки этой колонки и круглый карабинчик ну и вот сама колоночка она имеет прорезиненный корпус задней стороны на колонке у нее указаны тоже кое-какие характеристики ну и эта сторона колонки является ножкой на которой будет лежать колонка теперь осталось включить эту колонку подключить к моему телефону и послушать как она звучит также замерить громкость на моем шумомере на расстоянии одного метра и также сравнить ее с колоночкой jbl clip 3 так как они более-менее одинакового размера но после этого всего мы побросаем эту колонку в воду посмотрим как она ее переживет а потом уже в конце видео я ее разберу и покажу что там внутри музыку я как всегда буду запускать со своего телеграм-канала паша с вы там можете меня легко найти и использовать эти же треки со своими портативными колонками музыка подбишь занимает весь фон но ты красивая но если мы уйдем не забывай мою имя и как мы видим колоночка свэн набирает 83 децибела на расстоянии одного метра а вот jbl clip 3 набирает 86 и 1 децибел на расстоянии одного метра так что получается колоночка jbl значительно громче также по звуку она естественно звучит качественнее и бас у нее мощнее да и конструкция карабина все-таки в третьем клипе выглядит более стабильно и надежно чем вот это вот колечко которое ну не всегда хочет закрываться но если эту колоночку не сравнивать с колонками джи бель то звучит она нормально бас у нее тоже естественно имеется светится она очень прикольно я думаю детям это очень понравится единственное то что так много светодиодов конечно это расходует заряд аккумулятора и надолго естественно его тогда не хватит также что касается защиты от воды задняя заглушка не вызывает сильного доверия так как у нее даже нет уплотнительных колец но входит она достаточно плотно и я думаю то что даже сильный дождь она спокойно переживет но это мы выясним немного позже в этом видео но сейчас я думаю надо снять аккуратненько защитную сеточку чтобы было видно хорошо сам динамик после чего мы понаваливаем на ней лютый бас и посмотрим как она будет флексить как мы видим здесь установлен один вот такой маленький блестящий динамик и пассивки естественно никакой здесь нет что естественно влияет на бас и он у этой колонке не такой внушительный каким бы мог быть если бы здесь была пассивка если мы уйдем не зря мой телохранитель патчевой мягкий как лечь нужно больше нужным деньгами одна пара пачек расстричь любишь день как я москва 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим, попала ли вода под заглушку. Как мы видим, там все сухо. Обратите внимание, ребят, динамик втянут полностью до конца после погружения под воду минут на 10. Не знаю, как долго придется ждать, пока динамик выйдет обратно, потому что так он работать нормально не будет и звук будет очень странный. Продолжение следует... Ну вот спустя 2 часа я вернулся домой и динамик немного вышел наружу. Но я думаю, что это займет около 5 часов, пока колонка полностью просохнет и динамик вернется на свою исходную позицию. После чего колонка уже будет нормально работать и звучать. Ну а сейчас мы ее еще раз проверим, убедимся в том, что она рабочая, после чего я ее разберу и покажу, что там внутри. Несмотря на то, что динамик еще не встал на свое исходное место, но колонка уже звучит нормально. Теперь приступим к ее разбору. Прикольно, ребят, оказывается, вся колонка состоит из светопроводящего пластика. Давайте еще раз включим, посмотрим теперь, как она будет вся светиться. Аккумулятор здесь установлен вот такой плоской. 3,7 вольта, 1000 мАч. В принципе, неплохо, но судя по тому, как сильно двигается динамик в закрытом корпусе, этот динамик потребляет достаточно много энергии. И такой аккумулятор на максимальной громкости разрядится за пару часов. Поэтому лучше всего использовать все-таки на средней громкости, чтобы хватило на полдня. Ну а вот и сам динамик. Здесь написано 5 ватт, 4 ома сопротивления. Ну а на коробочке было написано 7 ватт. И там указана, скорее всего, мощность усилителя. Потому что усилитель может выдавать большую мощность, чем указанная мощность номинальная на самом динамике. Обратите внимание, что они установили светодиоды с двух сторон этой платы, чтобы колонка равномерно освещалась в обе стороны. Да и вообще, в целом, плата выглядит достойно. Это не какой-то дешевый Китай. Так что колонка за свои деньги вполне неплохая. Также, кому эта колонка интересна, под этим видео в описании вы найдете на нее ссылку. И там сможете ознакомиться с точными характеристиками. Ну а теперь я эту колонку уже буду собирать обратно. А вы тем временем ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Также пишите кучу моих любимых рандомных комментариев. И свое мнение тоже напишите об этой колонке. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!